В каких законах у нас закреплены права пациентов? Где можем это узнать? Интересный вопрос. Даже не задумывалась про это. Затрудняюсь здесь. Я не знаю. Я не знаю. На самом деле все просто. Достаточно вспомнить основной закон государства – Конституцию Российской Федерации. Это 41-я статья Конституции. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. А медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения оказывается всем нам бесплатно за счет средств, соответствующих бюджетов, страховых взносов и других поступлений. То есть от рождения до смерти каждый гражданин Российской Федерации имеет право при необходимости ту самую бесплатную медицинскую помощь получить. Закон, регулирующий права пациентов в сфере здравоохранения в нашей стране приняли в 1993 году. В этот закон, конечно, вносили поправки. И сейчас он называется Федеральный закон номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В четвертой статье этого закона отражены основные принципы охраны здоровья. Соблюдение прав граждан, приоритет интересов пациентов, приоритет охраны здоровья детей, социальная защищенность граждан в условиях угрозы здоровья, доступность и качество медицинской помощи, недопустимость отказа в оказании медицинской помощи, приоритет профилактических мер и соблюдение тайны. Вот из этих приоритетов в дальнейшем и будут вытекать права пациентов. Но при этом необходимо отметить, что права пациента гражданина Российской Федерации фактически ничем не отличаются от прав пациентов, проживающих в других странах. Права пациентов прописаны также в базовой программе государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью. Каждый год в конце декабря правительство утверждает программу на текущие и два последующих года. В документе установлены виды и формы бесплатной медицинской помощи и условия ее предоставления. 28 декабря 2020 года постановлением правительства номер 2299 утверждена программа государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Что касается пациентов, то в программе государственной гарантии на 2021 год остались прежними сроки ожидания плановых медицинских услуг. Скорая помощь должна приехать к пациенту не позднее 20 минут после вызова. В течение двух часов пациенту должны оказать первичную неотложную медицинскую помощь. В течение суток после обращения в медицинскую организацию пациента должны принять врач общей практики, терапевт или педиатр. Не более трех рабочих дней должно составить ожидание приема врача-специалиста при подозрении на онкозаболевание. В такой же срок должны установить диспансерное наблюдение врача-онколога. В течение семи дней должны сделать лабораторные, диагностические и прочие исследования в случае подозрения на онкологию. Не более недели пациент должен ждать оказания специализированных медицинских услуг в стационаре. Попасть на консультацию к врачу-специалисту пациент должен в течение 14 дней. Столько же должен составить срок ожидания диагностических и лабораторных исследований при оказании первичной медицинской помощи. Назначить КТ, АРТ и ангиографию пациенту должны в течение двух недель. На основе федерального постановления в регионах формируют территориальные программы госгарантий. Территориальная программа не может быть ниже базовой по основным показателям, видам медицинской помощи, которая предоставляется бесплатно. И вот в Нижегородской области тоже ежегодно утверждаются территориальные программы обязательного медицинского страхования. Это тоже достаточно большой документ, о существовании которого мы как граждане должны знать. Да, медицинские работники, организаторы, прежде всего, здравоохранения, знают данные нормативные документы на зубок и в своей практической деятельности ежедневно ими руководствуются. То есть эти нормативы одинаковы и для жителей столицы, и для провинциальных городов. В рамках проекта «Право на здоровье», который стартовал в 2020 году, Сыровчан познакомит с правами пациентов и с документами, в которых они могут самостоятельно найти интересующую их информацию. Пациенты должны знать о существовании вот этой триады, конституция, основы законодательства, базовые территориальные программы. Только тогда они могут быть просвещенными пациентами и вовремя воспользоваться теми правами, которые в этих документах зафиксированы. Не только необходимо знать эти права, не только научиться их применять на практике, но и чтобы знания и умения эти вошли в нашу повседневную жизнь, и знания этих прав нужны нам не только при личном нашем взаимодействии с медицинскими организациями любой формы собственности, но и для того, чтобы мы вовремя смогли прийти на помощь своим близким и родным. Потому что не всегда при заболевании пациент уже может адекватно представлять свои интересы. Очень важно рядом иметь близкого человека, который будет отслеживать все права пациента. На какие вопросы могут найти ответы саровчане в этих документах? Какие права пациентов там прописаны? В основах законодательства об охране здоровья есть глава, которая посвящена правам пациентов. Их выделено 14. Перечисляя их, я должна сказать, что это прежде всего право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и видов, которые определены в территориальной и федеральной программе государственных гарантий. О них мы поговорим чуть позже. Приоритет охраны здоровья детей. Это тоже понятно. Право на выбор врача и медицинского учреждения. Запрет в отказе в медицинской помощи, взимание платы на оказание медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий. Право на отказ в медицинской помощи, доступность и качество медицинской помощи, предоставляемых бесплатно, то есть отсутствие барьеров при оказании медицинского обслуживания. Оказание медицинской помощи на основании порядка, клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи. Социальная защита в случае потери здоровья. Профилактика, то есть профилактические осмотры, диспансерные наблюдения, ежегодная диспансеризация, соблюдение тайны врача, получение информации о здоровье, выбор пациентов лица для передачи сведений о своем здоровье, облегчение боли при получении медицинской помощи, получение питания в стационаре и последнее право возмещения вреда, нанесенного при получении медицинской помощи. О каждом из этих перечисленных прав надо говорить отдельно для того, чтобы разъяснить, рассказать нашим телезрителям. У пациентов есть не только права, но и обязанности. Они прописаны в статье 27 Федерального закона номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Каждый должен заботиться о сохранении своего здоровья. Обязательно нужно проходить медицинские осмотры. Люди, страдающие заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих, обязаны проходить медицинское освидетельствование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. При лечении обязательно соблюдать режим и правила поведения пациента в медицинских организациях.